Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала Страна Мурляндия. Меня зовут Оксана и я начинаю свой обзор на новые видео Самвелла Адамяна. И первое видео моего обзора... Мама осталась без ютуба. Психовала, но не помогло. А ну-ка, ну-ка, что ж там произошло? Сейчас расскажу. В начале видео Самвелл с мамкой на планетной опять пересматривают своих котов. Говорят, какие они красивые. Далее Самвелл допытывается у мамки. А если бы тебе предложили за миллион долларов продать Пусика, ее котика, ты бы продала? Мать так пораздумывала, но, конечно, сказала, что ни за что на свете она бы его не продала. И Самвелл говорит, правильно, мамка, правильно. Затем Самвелл допытывается. Там что, Эдик что ли собирается приезжать? Че что? Мамка говорит, не знаю, может быть и приедут. Может быть и на каникулах. Ничего еще не известно. Далее Татьяна Васильевна завела разговор об армянской семье, вместе с которой теперь живет Эдуард. Зря она это сделала. Самвелл взбесился. Ревность его не знает границ. Он начал провоцировать мамку. Говорит, надо тебя туда и жить отправить. А че, там все расте, все цвете, там родичи, там будешь и лазить по шашлыкам. Стали кричать, кто кого переорет. Правильно люди пишут. Каждый день шашлык-машлык и ни хрена у него не болит. Татьяна Васильевна спорит. Все люди брешут. Да, брешут они все. Самвелл говорит, вот то, что касается Мине, неправильно пишут. А то, что касается Эдика и тебя, то люди правильно пишут. Посмотри-ка, как он ненавидит этого Эдика вместе со всеми его армянскими родственниками. Ну что это такое, а? Так что Самвелл говорит, встречай гостей. И серьезно, я тебе говорю, надо тебе туда поехать. Ну так пусть едет, а че ж ты ее не отпускаешь. И тут началось самое страшное. Самвелл заглядывает в холодильник и спрашивает у Татьяны Васильевны, какой у тебя сахар сегодня? Она отвечает, сегодня большой. Одиннадцать. Самвелл требует, давай телефон, буду отключать Ютуб. Татьяна Васильевна говорит, ты же договорился, что если три дня будет высокий, тогда только отключишь. Нет, говорит Самвелл, один день высокий сахар, три дня не будет Ютуба. Берет телефон и отключает ей Ютуб. Татьяна Васильевна все это время умоляет, ну пожалуйста, Самвеллка, не отключай Ютуб. Ну пожалуйста, зачем убрал? Самвелл кидает телефон, говорит, все, не хочу никаких телефонов, мне нужен Ютуб, ничего больше не хочу. Самвелл не преклонен, никаких Ютубов и все. Ты, говорит, не обижайся, мы с тобой договорились. Знаете, что я вам скажу, ребята и девчата, я бы такого издевательства надо мной не потерпела. Самвелл уже переходит все границы. Ему ж люди говорят, не давай ей наличку, иначе у нее будет всегда повышен сахар. Он сам ей дает деньги, на, ешь что хочешь, а потом бейся в истерике сколько угодно. Васильевна пыталась его упрекнуть, как ему написали зрители, надо раньше вставать, чтобы успевать перед работой позавтракать. И он прицепился к этим словам, что они правильно написали? Она сначала юлила, не знаю, может и правильно. И Самвелл говорит, раз про меня написали правильно, то и про Эдика пишут тоже все правильно. Знаете, я вам что скажу? В этой родне идет вражда. Брат против брата, дети против матери. Все кругом враждуют. Вот что я понял из этого видео. У всех своя правда. Но немного ли берет на себя Самвелл? Выдумал свою игру, сам придумал в ней правила. Когда он отключит Ютуб, когда подключит. То есть он сам наказывает Татьяну Васильевну за нарушение правил своей игры. У меня нет ненависти ни к кому из этих людей. Ни к Самвеллу, ни к его матери, ни к кому из этой семьи Адамянов. Но в данном случае Самвелл поступает как каратель, как палач. Вершит правосудие. Я считаю, что ему нужно отправить свою мать на пару месяцев жить к Эдику. Вот это самое правильное и единственное решение ее проблемы с сахаром. И в том числе их грызни из-за Эдика. Она посидит там в косыночке, не имея слова. И сразу запросится в Днепр. И может быть сахар у нее там восстановится. Потому что нет таких разносолов, как у Самвелла. Только, как она говорит, парное мясо, шашлыков. Но соблазнов там тоже предостаточно. Ей вообще нельзя есть фрукты, виноград. Там один гольный сахар. А все, что они жарят на шашлыках, и овощи, и мясо, это все канцерогенное. И при выходе Самвелл добавляет, сидит униженная, оскорбленная. Тебе было сказано, поэтому можешь не обижаться. А я скажу так. Каким судом Самвелл судит, таким и его судить будут. Какую бы мессию на себя не брал Самвелл, даже если все это во благо. Все равно, все возвращается бумерангом. Точно так же будет к нему относиться и кто-то другой. Будет отнимать у него то, что для него очень дорого. Будет наказывать и карать точно так же, как он это сделал со своей матерью. Ну а Татьяна Васильевна, это вообще отдельный разговор. Старый больной человек. Таких людей осуждать вообще грех. Лучше помолчим. На этом видео окончено и следующее видео моего обзора. Нехорошая весть. Привел Егора на помощь. Ого, интересненько, интересненько. Итак, Самвелл в театре. Начинается спектакль, но людей в зале очень мало. Далян гримёрки и его коллеги просят его остаться, что-то отметить и поболтать. Самвелл делает комплимент Лесе, что у неё красивый цвет волос. Далее Самвелл уже в кино. Наливает какое-то месиво себе в одноразовые коктейлевые стаканчики. Совершенно не понимает, что такое налить стаканчик. Причём у него с собой ведёрко попкорна. Я просто поражаюсь. Я бы на его месте такое себе не позволяла. С таким-то пузом. Наверное, он был очень голодным. Ничего же себе не готовит дома. Только на игре не питается. В ресторане логово сытников. Затем они уже в квартире. Вместе с Егором. Самвелл просит Егора подвесить люстру к потолку. Ну, Егор говорит, что это надо делать после ремонта. Самвелл говорит, что он будет через часик. И на этом видео заканчивается. И следующее видео моего обзора. Где будет жить Эдик, когда приедет? В начале видео Самвелл встречает мамку с сумками на улице. Говорит, пришёл парень, а ты где-то ходишь. Самвеллка продал котиков и отдал деньги мамке. Татьяна Васильевна подмигивает, говорит, это ж ты котиков продаёшь. Самвелл говорит, да ничего, возьми себе. Вот и зря. Опять у неё сахар будет повышенный. Сам отключает ей Ютуб за повышенный сахар. И сам же даёт ей деньги. На, бери. Ешь, что хочешь. Покупай себе запрещёнку. Он же прекрасно понимает, что у неё зависимость от еды. И если к ней попадают деньги в руки, она тут же бежит и покупает тебе запрещёнку. Вот проверил бы у неё сумочки, что она там купила. Далее. Поднимаются по лестничной площадке. На первом этаже Самвелл показывает квартиру. И говорит, квартира продаётся, кому надо, берите. Жил здесь хороший человек. Геннадий Васильевич. Убили его китайцы. Я думала, и вправду китайца убили. Оказывается, умер он от болезни, которая пришла из Китая. Татьяна Васильевна говорит, что ей плохо без Ютуба. Говорит, а как тебе наказать, чтобы ты вовремя кушал? Тебе надо супчики. Самвел говорит, так как ты варишь и хлебаешь из кастрюли. Я уже боюсь, а у тебя есть ты. Потом они решают, где лучше жить Татьяне Васильевне. Либо купить квартирку на первом этаже этого подъезда. Но Татьяна Васильевна уже передумала, хочет жить в центре. Там, где живёт сейчас он на улице Карла Маркса. Тогда уборщице будет легко ходить и у Самвела прибираться, и у неё. Но вот Зины там не будет. Зина, это ж её главный подмастерье. И Самвел спрашивает, а тебе кто дороже, Зина или домработница? Татьяна Васильевна говорит, Зина мне дороже. Типа, ну и живи дальше на этом пятом этаже. Ну и 10 минут они просто поднимаются по лестнице, разговаривая о том о сём. Самвел сказал, что если семья Эдуарда Адамян приедет к нему в гости, то можно постелить им вот здесь на лестничной площадочке. Татьяна Васильевна посчитала это неуважением к старшему брату. И тогда он сказал, что ну тогда можно и квартиру мою новую им уделить. Если он не прощёлкает ушами, и пока он не сдал её квартиран, там всё-таки успеет приехать. Ну а в конце видео они заходят в квартиру, и Самвел крупным планом показывает тех котов, которых он ещё не продал. На этом видео окончено. И следующее видео моего обзора. Как обворовали маму, встретил аферистку. Вот это да! Интересненько! Сейчас расскажу. Самвел показывает кружки, которые он хочет продать. Много кружек с изображением Самвела и Татьяны Васильевны. На мне бы из такой чашечки чайок бы поперёк горла встал. Затем Самвел рассказывает, что он хотел бы продавать какие-нибудь хорошие качественные футболки или кружки с изображением себя и Томаса. Распродавать вещи со своими логотипами. Кстати, вот эта идея хорошая. А это помните, Коля хотел открыть свой магазин и продавать там носки и трусы. Вот, наверное, он ему на мозге капает. И у Самвелки появилась такая незамысловатая идея. Да, ребята, у меня даже возникла такая мысль. А что если открыть магазин и поставить мамку за прилавок? Она и торгашка высшей категории, и язык заболтает кому угодно своим трендежом. Покупатели пойдут косяком. Точно Самвел. В следующий раз вкладывать денежки в магазин. И назвать можно так экзотически. Лавка анаконды Филипповны. Или, например, у Самвелки всё недорогое и красивое. А как вы думаете, ребята и девчата, пишите свои предложения? Хоть посмеёмся. Потом Татьяна Васильевна рассказывала, как они с бабушкой работали в магазине продавцами и как их обокрали. Что один заболтывал бабушке язык, а второй залез через форточку и украл на тысячу рублей старыми деньгами. Затем Самвелка идёт уже по улице, вышел из новой почты и рассказывает, как на почту зашла аферистка. Она, которая типа хотела купить коробку, показывала, что у неё есть пятисотка и хотела, чтобы ей дали сдачу. А Самвел кто-то внимательно смотрел, он же продавал раньше на рынке и знает все эти прикольчики. Говорит, смотрю внимательно, чтобы ей не стали давать сдачу той пятисотки, которую она никому и не дала. Самвел рассказывает всю эту историю, а потом смотрит, говорит, это не она ли идёт. Вот, заходит эта аферистка в магазин и Самвел следом за ней. Зашёл и смотрит. Происходит всё то же самое, опять она что-то спрашивала, хотела купить, а потом поняла, что это Самвелка, она его узнала и вышла. И вот он рассказывает всю эту историю по аферистку. Говорит, вот ребята, видите, я её заснял. Вы её видели? Вот какая она такая-сякая. Ну, ребята, ну я не видела, чтобы он её заснял, знаете, лицо-то он не показал. А мало ли у кого такие джинсы и куртка. Ну и ладно. На этом видео окончено. И заключительное видео моего обзора. Егор управился отлично. Залезли на крышу ужас. Коля смотрит себе квартиру. Самвел заходит на свою квартирку. Егорка уже всё сделал. Совсем справился. Разводку развернул, подключил. Всё нормально функционирует. Егор даже переставил холодильничек в угол. И Самвелу так очень понравилось. Сказал, что просто прекрасно. Далее Самвел пошёл с Егором проверить, какая у них крыша. И тут выходит сосед. Самвел спросил, а у вас крыша не течёт? Он говорит, да нет, не течёт. И потом они полезли на крышу. Залезли на крышу, идут. Там такой кошмар на этой крыше. Это всё стены подпёрты какими-то железяками с приваренными. А вообще там находится голубятня и даже валяется мёртвый голубь. Представляете, какой кошмар. Над ним целая голубятня. Вся крыша уделана голубиным помётом. Это просто кошмар. Туши свет, зажигай керосинку. Стали слазить. Представляете, лестница держится только с одной стороны. А вторая оторвана. Самвелка сразу в панике. Как же слазить? Ой, всё, я боюсь. Ну, еле как, еле как. Всё-таки спустились. Квартира раскрыта. Заходи, кто хочет. Вот такой трэш-контент у них получился. Ну и потом они пошли с Егором пить кофе. В какое-то кафе. Вот он показывает дом, в котором Коля осмотрит квартиру. Домик такой новенький, красивенький. Все делают ремонты. Самвел говорит, мне такие дома нравятся. Говорит, заходишь в новую квартиру, делай ремонт и живи. Единственное, говорит, что мне не нравится, это мне кажется, что ремонт будет делаться очень долго. Так а что ж ты сам-то в таком хорошем доме не купил себе квартирку? Вот такие квартиры надо покупать, а не ту рухлядь, которую ты всё время берёшь. Потом увидел коробочку и говорит, ой, а что это за коробочки? Мне нужна для котиков. Открывает коробочку. Говорит, ой, а что это? Берёт рукой. Вы представляете? Говорит, ой, ребята, это чё-то говно. Не, ну, представляете, зачем ты трогаешь чё-то чужое говно? Я в шоке, ну, ну, что такой самвел непутёвый, непутёвый, чисто вот здрасте. Его прям магнитом тянет на все такие приключения. Ой, я с этого самвелки не могу, ребята, а это что-то. Потом самвел показывает краешек квартирки, которую смотрит Коля. И на этом видео окончено и окончен мой обзор. Ребята, девчата, что вы думаете по поводу новых видео самвела Дамяна? Пишите своё мнение в комментариях. Буду рада с вами пообщаться. А на этом я с вами не прощаюсь. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!